Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о вредных советах, которые можно услышать на просторах интернета для выращивания садовых и огородных растений. Не слушайте эти советы, не используйте их, ничего хорошего они вам не принесут. Первое, о чем я хочу сказать, о том, что при подготовке семян для посева не используйте 3% перекись водорода с целью дезинфекции семян. 3% перекись абсолютно ничем вам не поможет. И не поможет она вам от фитофторы. Не теряйте драгоценное время, используйте нормальные, хорошие методы борьбы. 3% перекись также не усилит и работу биопрепаратов. Напротив, компоненты биопрепаратов разрушатся, а живые клетки могут даже повредиться от добавления перекиси. Ни зеленкой, ни йодом, ни марганцовкой нельзя обезвредить и протравить почву. И этими средствами, в том числе и фарма-йодом, вы никак не улучшите состояние почвы, а только ухудшите. Не используйте эти способы ни в коем случае. Никогда не используйте полимеры, которые не предназначены для контакта с водой для выращивания растений. Будь то с какие-то емкости, или улитки, или что-то еще. Если они будут приготовлены из пластика, который изначально не приспособлен для контакта с водой, это может нанести большой вред и вам, и растениям. Не подкармливайте растения в условиях нехватки света. Если рассада выглядит плохо, потому что не хватает света, дайте ей лучшее освещение. Не надо накачивать ее ни гуматами, ни азотом, ни чем-то еще. Будет только хуже. Не закладывайте при посадке растений в яму, перо и скорлупу. Это трудно разлагаемые компоненты. Они не принесут никакой пользы. Напротив, они могут в процессе разложения выделять различные неприятные токсические вещества, в частности перо, которое будет отравлять жизнь растениям. А если вы его закопали недостаточно глубоко, то и вам тоже. Скорлупа пролежит в земле очень долго. Вреда растениям она не принесет. Но вы потеряете время и будете надеяться, что она поможет побороть вершинную гниль. Но этого не случится. Не кладите в яму сырое яйцо. Этот способ поможет лишь, может быть, своим зверским запахом внутри почвы отпугнуть крота. Но никак не поможет вашим растениям. Сероводород опасен для растений. Не нужно применять этот метод. Не кладите в яму для посадки банан. Тем самым вы можете завлечь на свой участок муху-горбатку. А кроме того, вызвать дисбаланс азотного питания у растений, что приведет к образованию вершинной гнили томатов и проблемам с питанием у многих других растений. Не используйте золу без меры, потому что тем самым вы можете вызвать образование парши у картофеля, например, а также дисбаланс питания у томатов. Вы заблокируете фосфор. Имейте в виду, что березовый деготь содержит канцерогены. Не используйте березовый деготь для обработки стволов, для протравливания луковиц, семян и так далее. И уж тем более для опрыскивания растений. Это плохой метод. Нашатырный спирт может лишить вас урожая. Кроме того, он может наносить существенный большой вред почве, изменять там кислотный состав, а кроме того, убьет червей и прочих полезных почвенных организмов. Не используйте этот метод бездумно. Используйте нашатырный спирт только по назначению. Йод и нашатырный спирт, имейте в виду, кроме того, способны испортить поликарбонат. Никогда не используйте эти компоненты внутри поликарбонатной теплицы. Имейте в виду, что соль, поваренная соль, а также сода – это враги растений. Они вместе с какими-то вредителями, с той же мухой, еще кем-то, убьют и само растение, понизят продуктивность. Если это они не сделают сразу же, они это сделают через какое-то время после систематического применения этого метода. Стиральный порошок используйте только для стирки. Стиральный порошок – отрава для огорода. Никогда, ни при каких обстоятельствах не используйте ни стиральный порошок, ни воду после стирки напрямую вот так вот для полива растений. Это очень вредно и растениям, и вам, и природе. И бегите подальше от блогеров, которые заверяют вас и гипнотизируют, что нужно сделать только так. И только в этом случае у вас все будет хорошо. Нас много, мы все разные. У нас разные условия выращивания растений, разные климатические условия и разные растения. Нет одного единого универсального совета на все случаи жизни. Доверяйте только тем, кто говорит вам разумные вещи и не говорит «делай только так», потому что всегда есть альтернативный способ. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что ошибок вы не совершите. Если у вас есть сомнения, спросите у нас. Мы обязательно вам ответим. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok